Здравствуйте друзья! Темой этого обзора будет очередной ZigBee реле. Сразу хочу сказать, что это реле ориентировано на работу в экосистеме Tuya Smart и к Mi Home оно никакого отношения не имеет. И конечно же это реле может работать с альтернативными системами управления. Это реле обладает сразу несколькими интересными фишками. Во-первых, существует модификация, которая не требуется для работы подключения нулевой линии. Во-вторых, оно достаточно компактно, чтобы поместиться в стандартный круглый подрозетник. В-третьих, к нему можно подключать стандартные механические выключатели, в том числе и те, у которых имеется возвратная кнопка. Ну а в-четвертых, оно совершенно бесшумно. Параметры. Тип рассматриваемого реле одноканальная без нейтральной линии. Интерфейс ZigBee 3.0. Рабочее напряжение от 220 до 240 вольт. Максимальная нагрузочная мощность до 100 ватт. Приехало реле в безликой картонной коробочке. Ни на ней, ни на самом реле нет ни логотипа производителя, ни информации о совместимости с экосистемами. Покупатель должен знать все это сам. В комплекте само реле, пластиковый держатель для него, который можно крепить к чему-либо и небольшая инструкция на английском. Инструкция содержит в себе схемы подключения реле. Как видно, его можно использовать и самостоятельно, так и в паре с механическим выключателем или даже системой проходных выключателей. Реле имеет вид квадрата со скошенными краями. На фронтальной части продублированы параметры, а внизу головки винтов контактной колодки. В передней части справа отверстие для кнопки сброса, которую нужно нажимать скрепкой. А доступ к самой колодке с торца. Контактов, как можно заметить, явно больше чем нужно. Это обусловлено тем, что существует и двухканальная версия реле точно такого же размера. Размер реле 46 на 46 на 18 с половиной миллиметров. Оно действительно весьма компактное, а толщина позволяет использовать его в подрозетнике под механическим выключателем. А это вместе с стандартным круглым подрозетником. В него без проблем входит даже комплектный держатель для реле, который можно закрепить стационарно. А в держатель вставить реле, либо использовать и без держателя по ситуации. Места в подрозетнике остается еще вполне достаточно. Разбирается реле довольно просто. Нужно поддеть заднюю крышку, которая держится на защелках. Возможно, что в некоторых случаях будет удобнее использовать его без внешнего корпуса. Основой реле служит обычной для устройства ко-системы Tuya Smart модуль TU-ZS3. Такой же используется, например, и в настенных выключателях. Сборка аккуратная, следов не смытого флюса, каких-то потеков, кривой пайки нет. Тут не используется электромагнитное реле, поэтому щелчков при переключении нет. Все работает совершенно бесшумно. Первый вариант подключения реле просто в разрыв фазы. Хочу еще раз обратить внимание на его мощность до 100 Вт. Если в случае с энергосберегающими лампами все просто, то у светодиодных светильников даже при небольшой электрической мощности, очень высокие пусковые токи, способные вывести из строя это реле. Кнопка сброса, которую нужно нажимать при помощи скрепки, также служит для ручного включения и выключения линии нагрузки. При коротком нажатии на кнопку сброса, реле переключает свое состояние, причем совершенно бесшумно. Тут слышны только щелчки нажимаемой кнопки. Для перевода в режим сопряжения нужно удерживать кнопку, пока не начнет мерцать синий светодиод. Это переход в режим сопряжения. Когда устройство подключится, либо выйдет время для сопряжения, он потухнет. Реле поддерживается интеграцией ZigBee2MQTT с условием, что координатор сети прошит на Z-Stack 3. Подключение стандартное. Включаем режим добавления новых устройств и ждем пока не погаснет диодное реле, после этого оно появится в системе. Определяется реле как выключатель, по сути это он и есть, только без кнопки. Хотя устройство имеет стационарное питание, у него нет нулевой линии, поэтому реле не является роутером для ZigBee2MQTT. Не обойдет стороной реле и владельцев SLS шлюзов, он также без проблем поддерживает это устройство и тоже определяет его как настенный выключатель. Никаких ограничений, кроме некорректной аватарки, это за собой не влечет. Ну и естественно, что здесь тоже оно определяется как конечное устройство. В Home Assistant, вне зависимости от того, что вы используете ZOM или SLS, устройство пробрасывается совершенно одинаково с двумя сущностями, свитч и сенсор качества сигнала. Еще раз послушаем, как работает реле. Ничего не слышно? Именно так, оно работает абсолютно бесшумно. Теперь подключим к реле выключатель. Он замыкает контакты COM и S1 и может управлять реле локально, аналогично короткому нажатию на кнопку сброса. Таким образом, если разместить реле в подрозетнике и подключить разрыв фазы в него, можно поверх него оставить механический выключатель, который можно будет использовать привычным образом. Статус реле в режиме реального времени передается в систему управления и отображается совершенно корректно. Механика и логика работают параллельно. Включить роли не играют, реле ловит сам момент переключения. Поэтому тут без проблем можно использовать и выключатели с возвратной кнопкой. А это пример установки реле в обычный круглый подрозетник. Включаем входящий фазовый провод контакту L, а исходящий на L1. После этого утапливаем реле в подрозетник. В моем кейсе поверх него ставится логический выключатель. Плюс в том, что не нужно переделывать подрозетник под квадратный задник. Можно подключить и установить еще и механический выключатель. Уровень сигнала более чем достаточный для работы реле. Еще пара важных моментов. После восстановления питания реле будет выключено. Также я хочу еще раз обратить ваше внимание на особенности работы реле с LED светильниками. У LED светильников очень высокие пусковые токи. А так как в этом реле нет собственного электромеханического реле, а в качестве выходного каскада используется полупроводниковый прибор тиристор, то он может выйти из-за этого из строя. У меня на самом деле так и случилось. В ходе экспериментов я подключил реле к 40-ваттной LED люстре. И после его включения тиристор этого реле был пробит. И теперь выходной канал постоянно включен. То есть само устройство вроде как и живое. Оно подключается, видится в карте сети, отправляет какое-то значение качества сигнала. Можно даже попытаться включить-выключить реле, переключатель будет менять свое положение. Но выход будет всегда замкнут. И теперь этому реле требуется замена тиристора. Так что будьте осторожны. Применять его лучше конечно либо с маломощными LED светильниками, либо с лампами накаливания или энергосберегающими лампами. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также и купоны и распродажи на товары умного дома, вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok